Как вот в текущей резком нечто бизнес-среде вы порекомендуете действовать предпринимателям, собственникам, топ-менеджерам? Нужно успокоиться. Как бы это банально не звучало, но я считаю, что истерика, паника и все вот эти вот ужас-ужас, мы все умрем, уничтожает собственный бизнес. Почему люди в кризис с ума сходят? Потому что у них ощущение, что мир рухнул, ситуация нестабильна. Кризис – это когда ситуация изменилась, а ты нет. Если сейчас позвонить вашим сотрудникам и спросить, а какая у нас годовая цель, они смогут ответить внятно? Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Михаил Москотин, я профессиональный бизнес-тренер, и я тренер компании Business Relations. И у нас в эфире Битрикс24 спрашивает. В этом проекте мы встречаемся с реальными предпринимателями и обсуждаем важные, насущные вопросы. Мы говорим о команде, мы говорим о продажах, мы говорим о клиентском сервисе, мы много говорим про управление персоналом и о построении команды. На все эти вопросы я даю ответы, все, что знаю, все, что понимаю, отвечаю, объясняю, рассказываю, комментирую. У нас реальные кейсы, реальные люди, и мы находим решение на любую ситуацию. Ну что, друзья, у нас сегодня в студии гость, это Иван Суриков. Иван, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Михаил Возаимный. Всем добрый день, меня зовут Иван Суриков, я со-основатель компании CRM Академия. Мы решаем задачи для наших клиентов в трех основных областях. Это CRM, корпоративные порталы и управление компанией. Сегодня я пришел сюда, чтобы задать вопросы Михаилу Москотину, как известному бизнес-тренеру в трех основных областях. Это работа с командой, это достижение лидерства в своем сегменте бизнеса и мотивация сотрудников. Спасибо. Иван, я знаю, что у вас есть много вопросов, я готов на них отвечать. Давайте начнем с самого важного, с первого вопроса, с чем вы к нам пришли. Поехали. Мы работаем в трех направлениях, это CRM, корпоративные порталы и управление компанией. Значит, вот есть сегмент управления компанией и, значит, здесь наш ключевой заказчик – это собственник. Соответственно, мы ориентируемся сейчас на сегмент средний и крупный бизнес, да, и для того, чтобы выйти на собственника в этом сегменте, нам необходимо пройти топ-менеджмент. И есть топ-менеджмент очень проактивный, да, то есть которые заинтересованы в быстром запуске каких-то передовых технологий и инструментов работы компании, да, для того, чтобы достигнуть результата. А есть, ну, скажем так, тоже очень большие профессионалы своего дела, но более консервативные, да. Вот, соответственно, мы работаем с этой аудиторией, как нам достучаться до собственников компании, да, если, соответственно, топ-менеджмент более консервативный. То есть как быть в таком случае. Понял. А в чем, Иван, проявляется консерватизм? Что вы называете консерватизмом? Это про что? Консерватизм – это, скажем так, компания, например, на рынке 20 лет, да, и, соответственно, эта история про то, что у нас и так работает, да, давайте, соответственно, не будем трогать. У нас так исторически сложилось, у нас все и без вас работает, мы и так самые умные, самые богатые, мы здесь 20 лет. Абсолютно верно. Окей. Теперь, Иван, это абсолютный вопрос, посвященный продажам. У меня есть фраза, которую я, по-моему, говорил во втором выпуске, чья-то боль – это чей-то бизнес. То есть я правильно вас понимаю, вы успешны в своей нише? Клиент говорит, да, успешен. То есть вас все устраивает. И, скорее всего, ответ – нет. То есть, смотрите, Иван, я искренне считаю, что очень важно найти боль человека. У собственника одни боли, у управленца другие боли. Если я общаюсь с собственником, я понимаю его боли. Если я общаюсь с управленцем, я понимаю его боли. То есть и ваша задача как продавца, как переговорщика – найти боли этих управленцев. А у них они тоже есть. У них они тоже есть. Но я не знаю, 20 лет компании на рынке, и этому управленцу уже за 50. И у него цель – досидеть до пенсии. Например, могут быть такие ситуации? Бывает? Да, могут быть. Да? И дальше, если мы с вами понимаем, что у него цель – досидеть до пенсии, мы ему помогаем с помощью нашего продукта досидеть до пенсии более комфортно, безопасно, качественно и выйти на пенсию с какими-то еще бонусами. Ну, например, это я, может быть, на уровне бреда, но понимаете, да? Да, да. То есть у каждого есть какая-то боль. Когда я что-то… То есть если я что-то не смог продать, то есть я не нашел боль человека. Вот я так на это смотрю. Если консервативные люди, ну, конечно. У меня бывают переговоры, когда мне клиент говорит, Михаил, мы никогда тренинги не проводили. Я вообще считаю, что тренинг – это бесполезное занятие. Ну, отлично. Имеет ли он право так думать? Абсолютно верно. Абсолютно. Я говорю, а какие у вас есть проблемы? И он говорит, вот, и начинает перечислять. Я говорю, смотрите, я человек, который эти проблемы может помочь вам решить. Очень часто конкурентом вашим являются не те люди, которые занимаются Bittrex24, а те люди, у которых этого Bittrex нет. Я, понятно, по-русски говорю? Конечно. Они боятся, что они будут ненужны, что они будут некомпетентны, что у них будет свободное время уменьшиться. Ну, то есть у них есть при этом какой-то страх. С одной стороны, у них есть боль, с другой стороны, у них есть страх. Есть такая фраза, что у любого нововведения есть маленькая группа вялых сторонников и большая группа активных противников, которые считают, что ничего не получится. То есть люди вообще устроены так, мы не любим новое. Нам бы вот стабильность. Почему люди в кризис с ума сходят? Потому что у них ощущение, что мир рухнул, ситуация нестабильна. Поэтому вот я бы об этом открыто, честно говорил на переговорах. Выявил потребность, понял более, а потом снял их страхи. Потому что вы для них угроза. А они должны увидеть в вас выгоду, поддержку, помощь. И тогда, если они это увидят, если вы им это покажете, они вам заплатят с радостью деньги. Люди не идиоты. Как-то так. Услышав, спасибо. Мы с вами сейчас затронули темы в текущих реалиях. Соответственно, следующий вопрос будет с ними связан. Михаил, скажите, пожалуйста, как в текущих резко меняющихся бизнес-среде, текущей резко меняющейся бизнес-среде, вы порекомендуете действовать предпринимателям, собственникам, топ-менеджерам? Что вы порекомендуете? Я писал пост в соцсетях на эту тему, но я сейчас прокомментирую. Первое, нужно успокоиться. Как бы это банально ни звучало, но я считаю, что истерика, паника и все вот эти вот ужас-ужас, мы все умрем, уничтожает собственный бизнес. Просто успокоиться. Иван, какое количество кризисов вы уже переживали в своей жизни? Я сейчас про бизнес. Как давно вы в бизнесе? С 2016 года различного рода кризисов было много. Я в своей жизни пережил уже четвертый кризис. Вот это четвертая ситуация, которую можно назвать кризис. Теперь у меня есть точка зрения, что такое кризис. Кризис – это когда ситуация изменилась, а ты нет. То есть курс изменился, все перешли на удаленку, а я все еще живу в тех реалиях, что надо было тогда по 60. Что мне… Ну уже все, ну уже изменилась ситуация. То есть первое – успокоиться. Второе – задать себе вопрос. Если ничего не изменится в ближайшее время, ну вот та ситуация, которая сейчас, она бесконечная, насколько у меня хватит запасов? То есть какая у меня подушка безопасности? К сожалению, у нас есть постсоветская травма, и была такая фраза, вы, наверное, помните, на черный день. Есть, да. Я противник черного дня, потому что черный день – это что-то негативное, я про другое. Но я про подушку безопасности. Потому что мы с вами живые люди из крови и плоти, и мы можем заболеть. Бывают, у меня приятель, предприниматель катался на сноуборде, там сломал ключицу. И ты выпадаешь из какого-то бизнес-процесса. Мы можем выпасть из бизнес-процесса, как люди живые, вот как вы и я физически живые. И наш бизнес может выпасть по каким-то причинам. Например, ресторанный бизнес, туристический бизнес, он сейчас выпал. И очень важно иметь подушки безопасности для себя и подушки безопасности в своем бизнесе. К сожалению, у многих этого сейчас нет. И третье очень важно – определиться с целью. Какая у меня сейчас цель? И делать то, что я могу делать каждый день в тех реалиях, которые есть. Вот и все. Михаил, следующий вопрос, он связан с вашим опытом. То есть он у вас очень богатый, да, в части обучения именно бизнес-команд. Знаете, есть такая история про время Второй мировой войны, когда, значит, самолеты, которые долетели до базы, да, то есть исследовали, какие у них есть повреждения. Ошибка выжившего. Ошибка выжившего, да. А которые не долетели, соответственно, их в первое время там не изучали. Вот с учетом тех ошибок, которые допускают бизнес-команды, да, я подчеркну это слово «бизнес-команды», какие ошибки, я думаю, что они плюс-минус у вас как… То есть как вот у нас многие говорят, у нас в бизнесе своя специфика, да, но вы уже их откатегорировали, как говорят, у нас, значит, в бизнес-командах у нас свои истории. Михаил, у нас своя специфика. Вот. Но я думаю, что у вас в голове, так же, как и у нас, когда к нам приходят клиенты, да, то есть есть уже определенные категории. Да. Мы говорим, да, ребят, хорошо, давайте это обсудим. Да. Вот расскажите, пожалуйста, про эти ошибки. Очень классный комментарий, потому что я прихожу на переговоры, и в 9 из 10 случаев я слышу такую фразу. «Михаил, у нас особенная особенность и специфичная специфичность». Ну, это я так про себя в этот момент смеюсь. На самом деле каждый из нас, даже когда у человека болит зуб, он думает, что вот так как он болит у меня, он ни у кого не болит. Правда. Так устроены люди. Это искажение восприятия реальности. Но, на самом деле, проблем в бизнесе много, и я бы, например, первое, на что обращаю всегда внимание, в любой компании есть две корпоративные культуры. Первая корпоративная культура, как написано. Мы команда, мы партнеры, мы ответственные, мы заботимся о клиентах. Много хороших, полезных, правильных слов. И есть вторая корпоративная культура, как на самом деле. Как на самом деле выстроены отношения внутри команды. Как на самом деле построены отношения между подчиненными руководителями. Как на самом деле построены отношения с клиентами, партнерами, поставщиками и подрядчиками. И вот то, с чем мы, как тренеры бизнес-релейшнс, я, как тренер, мы работаем. Ну, простой пример. Прихожу на переговоры, и на стене красивая надпись, корпоративные такие пирамидки на столах, кружки. И там, дословно не помним, смысл такой, что мы пунктуальные, мы ответственные, мы уважаем партнеров. Так вот, я, как обычно, приехал вовремя, а мои партнеры будущие опоздали на 15 минут. Вторая встреча вообще перенеслась, потому что они не смогли. И в итоге начинается тренинг, время 10.00, я выхожу в зал, говорю, доброе утро, я буду вашим тренером, меня зовут Михаил, я буду твоим тренером. А в зале половина стульев пустые. И люди полчаса подтягивались. Не спеша, с кофеечком, расслабленные. И когда начался тренинг, он начался в 10, но они подошли где-то в 10.30, я увидел, что все стулья заняты, я задал один простой вопрос. Я говорю, скажите, взял вот эту пирамидку, где написано, мы пунктуальны, ответственны и уважаем партнеров. Говорю, ребят, скажите, а когда вот эти подойдут? Ну вот эти, про которых вот вы тут пишете. Почему вы-то пришли? И они, Иван, знаете, они посмеялись, но в этом смехе была такая грусть, потому что они поняли, что я вижу то, что они сами видят, но пытаются спрятать. что между тем, что мы заявляем, и между тем, что есть на самом деле, гигантская пропасть. Вот мне кажется, первое, на что нужно обратить любому предпринимателю и управленцу, между тем, что я заявляю, и как я себя веду, эти вещи, они совпадают, или там пропасть. Вот, наверное, это одна очень важная, ключевая ошибка. Вот если даже с нее начать, бизнес будет другим. Да, это очень интересно. Я вот улыбался, когда вы говорили про время, про опоздание, я сразу вспоминал какие-то моменты тренинга, да, то есть, и потом, когда к людям приходит понимание, да, вот этого процесса, что опоздать, и вот они заявляют, да, что мы пунктуальны. И, то есть, не просто заявить, да, но еще и сделать, да, между этим большая разница. Пропасть, конечно. Мы говорим, что мы про клиентов, а я смотрю, как общаются с клиентами, у меня кровь из глаз идет. Я говорю, коллеги, что вы делаете? Вы общаетесь с людьми, хамски, нагло, надменно, с теми людьми, которые кормят ваши семьи. Но они так на это не смотрят. В этот момент они считают их уродами, вынос мозга, истерички, нищеброды и куча не очень приятных прилагателей. Хотя написано, мы клиент-ориентированная компания. Есть статистика, что в России порядка 90% компаний считают себя клиент-ориентированными. И только 9% их клиентов также считают пропасть. Ну, именно в этом и есть ваша работа. Как раз тренинг у этих людей происходит, когда они не приходят вовремя. Вы просто подсвечиваете эту историю для них, как она есть на самом деле, но чего они не хотят замечать. Я, например, за 6 лет жизни в Москве, 6-й год я живу в Москве, я ни разу не опоздал. Ни на одну встречу, ни на одни переговоры, ни на один тренинг, ни на один мастер-класс, ни на одни съемки, ни разу не опоздал. Но люди часто, когда опаздываются, они извиняются. Я говорю, а зачем вы извиняете? Они говорят, ну это уважение к партнеру. Я говорю, нет, ребят. Уважение к партнеру – это пообещать быть в 14.00 и приехать заранее. Вот это уважение к партнеру. А извинение – это просто желание хорошо выглядеть. Потому что если ты опоздал, а лицо у тебя довольное, ты сволочь. А если ты опоздал, и тебе стыдно, ты извиняешься – хороший человек. Ну это же вранье. Это же вот как-то так. Спасибо, Михаил. Пожалуйста. Следующий вопрос. Он связан с работой команды. в удаленном режиме. То есть, в принципе, у нас многие коллеги работают из дома, то есть у кого-то есть свое рабочее место. Значит, как сделать так, чтобы работа команды в удаленном режиме строилась эффективно с точки зрения вовлеченности? Мы обсуждали этот вопрос во второй серии, коротко в первой серии. Но если говорить о том, что я не говорил в тех сериях, я просто хочу быть максимально полезным и не повторяться, по поводу вовлеченности, ну, опять же, мною любимые цели, то есть человек должен понимать цель на год, на квартал, на месяц, куда мы живем. Вот если сейчас позвонить вашим сотрудникам и спросить, а какая у нас годовая цель, они смогут ответить внят? Можно этот эксперимент провести? Да, можно, кстати, сделать. Мы звоним Тарасу. Тарас у нас, Тарас партнер, он отвечает за реализацию проекта в технической части. Звоним Тарасу. Алло? Алло? Алло, Тарас, привет еще раз. Привет. Привет. У нас прямо сейчас живой интерактив в режиме онлайн, сейчас напротив меня сидит Михаил Москотин, значит, челлендж. Прекрасно. Ну да, ничего мы не готовились заранее, и, соответственно, вопрос, да, Тарас, про годовую цель. Какая у нас годовая цель? Скажи, пожалуйста. Ну, я надеюсь, не на громкой связи? На громкой связи, Тарас. Тарас, на громкой связи, я слышу. Какая у нас годовая цель? Давай, Тарас, горит как есть. Чисто про деньги, чисто про финансы, да, то это точно средняя прибыль компании, миллион рублей в месяц в среднем за квартал. Это если говорить в среднем по году. А если говорить про достижения таких, каких-то значимых показателей для с точки зрения внутреннего такого состояния, то это реально стать номер один в поднише, если брать в целом, да, про глобальную автоматизацию там бизнесов, то вот в поднише, например, управление компанией или в области построения внутренней среды компонентных порталов в части организации этого внутреннего пространства, то вот это тоже, я считаю, одна из ну, важных именно таких внутренних, что ли, целей. Класс, Тарас, спасибо огромное. Спасибо, Тарас. Извини, что отвлекли. Спасибо, Тарас. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Да, Иван, это правда очень хорошая новость, потому что я этот эксперимент провожу периодически, и собственник говорит, да, мы цель знаем, я говорю, удивляться любишь, подходим к сотрудникам, а там внятного ответа нет. Более того, у меня была ситуация, когда у нас была стратсессия для одной российской компании, и вот стоит руководитель, мы стали подводить итоги прошлого года, и он смотрит на меня, и он говорит, ты понимаешь, знаешь, что я понял, я понял, что я не помню цель прошлого года. Я говорю, то есть спрашивать, достигнута она или нет, бесполезно. Он говорит, походу, да. Ну, здесь, Михаил, я хотел бы отметить, что вот то, что сейчас мы услышали, я очень рад, абсолютно искренне. Это произошло благодаря подготовке, и в том числе не без вашего участия. Мы вместе с Тарасом сходили на промо контексту для бизнеса, послушали какие-то моменты себя для себя, взяли оттуда инструменты, да, про закоммититься, да, то есть мы вот эту вот историю, значит, у себя реально проработали. Значит, я еще побеседовал с Владимиром Герасим, да, то есть опять же про работу именно в команде, не то, что там, значит, так, ребята, мы тут собственники, теперь действуем вот так. Нет, работаем в формате, скажем так, ну, тех рекомендаций, которых вы услышали, ну, типа мы пришли учиться. Создаем команду, создаем партнерство. Да, да, абсолютно верно. Класс. И я очень рад, что сейчас мы Тарасу услышали такие слова. Я, если честно, тоже очень рад. У меня было сомнение, что с этим будет. Теперь по поводу работы на удаленке и мотивации, видеозвонки и видеочаты. То есть куча инструментов, которыми вы владеете, вы можете их использовать для работы на удаленке, для мотивации команды. И у вас, ваш инструмент, это Bittrex24. Ок. Да, спасибо. Еще вопросы? Да, хотел бы этот вопрос развернуть, значит, в другой, в другой немножко плоскости. А в контексте, знаете, есть такая история про то, что когда у уборщицы, да, там, на космодроме спросили, вы что делаете? Она говорит, мы тут вообще-то ракеты в космос. на минуточку. Вот. Значит, как необходимо организовать работу в команде, чтобы сотрудники чувствовали сопричастность к целям компании вот на таком уровне? Я думаю, что это вот вопрос, он для любого бизнеса в принципе актуальный. Очень часто руководители мечтают о том, чтобы сотрудники работали как для себя и как на себя. Я слышал такие запросы, Михаил, а как вот сделать, чтобы они были как собственники, вот с таким же отношением? На самом деле, тут два пути. Путь первый, когда сотрудник понимает, что если выиграет компания, я тоже выиграю. То есть, это партнерство, но оно не на бумаге, оно вот где-то вот здесь. То есть, цели компании это мои цели. И от того, что компания станет номер один, я от этого выиграю, я получу что-то свое. При этом, например, Иван, поймите, один будет стремиться к тому, чтобы ваша команда стала номер один, потому что он заработает денег больше. И его мощный мотиватор это деньги. И такие люди есть, и я рад, когда такие люди есть в команде. Второй, потому что у него появится возможность сделать карьеру. Он карьерист, он желает расти, он желает влиять власть, управление другими людьми, что-то еще. Третий будет получать удовольствие от того, что он работает в компании номер один, потому что вот он этим готов гордиться. Четвертый, в команде, потому что личность руководителя ему очень импонирует. И он понимает, что за этим парнем он хоть в воду, хоть в лес, хоть в брод, хоть в разведку, хоть куда. и задача руководителя понять, что является двигателем каждого сотрудника. К сожалению, у нас бывают сотрудники, у которых двигатель один, поменьше бы работать, побольше получать. Но это иллюзия, и от таких сотрудников, я считаю, стоит со временем избавляться. Потому что у нас же две иллюзии, кушать и худеть, и поменьше работать, и побольше денег. Это иллюзия. Чтобы похудеть, нужно больше тратить калории и меньше потреблять. Все. И то же самое касаемо карьеры, денег и прочих вещей. Поэтому я бы, наверное, вот так это прокомментировал. Инструментов море. Инструментов море, причем для каждого из сотрудников они могут быть разные. Я помню момент, когда я реализовал какой-то проект в одной команде. Я отвечал за этот проект, я был наемным сотрудником. И вот вечеринка итоговая, подводим итоги. Вся команда стоит, стоит руководитель, и он так смотрит на всех, там говорит какие-то слова хорошие, правильные. И в какой-то момент он говорит, я бы хотел отдельно отметить одного человека, благодаря которому все это реализовалось. Михаил Москотин, Миша, спасибо тебе огромное. Все аплодируют, он жмет мне руку прилюдно. Иван, вы знаете, я полгода мог ходить на работу бесплатно. Мне можно было не платить деньги. Я серьезно говорю, потому что я настолько был вдохновлен этим. Я не ожидал. Ну, я просто делал свою работу. Мне нравилось, что я делал. И мой руководитель прилюдно признал мою заслугу, пожал мне руку, поблагодарил. Я даже сейчас говорю, и у меня мурашки бегут. И он понимал, что вот так этот парень устроен, для него это ценно. Например, моя супруга, Катя, привет огромный, если ты смотришь это видео, можно передать привет маме. Моя супруга, Иван, она, например, замотивирована на деньги. И когда, например, какие-то конкурсы, какие-то призы, какая-то еще история, для нее очень важна не грамота, не звание лучший продавец. Для нее важна та финансовая история, которая будет после того, как она достигнет цель. Для нее это важно и ценно. Если бы ее вызвали и поаплодировали, пожали руку, это было бы мимо, она бы наоборот засмущалась, сказал, да вообще не надо этого, денег мне лучше дайте. И задача управленца понять, из каких персонажей состоит команда, какие ключевые мотиваторы есть у каждого и использовать это. Вот, наверное, вот как-то так. Здорово. Ну, тут действительно нету одного ответа, потому что, вот как вы сказали, там как минимум пять видов мотивации, а их может быть... Конечно, конечно. Это может быть сочетание мотиваций. Отлично. Спасибо, Михаил. Пожалуйста. Мы прекрасно поговорили с нашим гостем, мы обсудили вопросы мотивации, вопросы удаленной работы, построения команды и много-много всего того, что волнует предпринимателей в нашей стране. Ну что, друзья, увидимся в следующий вторник. Иван, спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо. Задали свои замечательные вопросы. Надеюсь, что получили ответы на свои вопросы. Дорогие предприниматели и все те, кто нас смотрит. Я искренне считаю каждого из вас героем, потому что предпринимательство это героизм. И неважно, в какой стране вы живете. Увидимся. Пишите комментарии. Берегите себя и своих близких. Пока. Хочу сказать большое спасибо Михаилу за то, что дал развернутые ответы и поделился своим опытом работы с большим количеством бизнес-команд. Я думаю, что мы с удовольствием сами еще раз посмотрим данный ролик, чтобы понять, какие инструменты мы хотим внедрить прямо сейчас и наметить какой-то план работы. Желаю, чтобы компания Битрикс развивала историю с подобными мероприятиями. И всего хорошего. До новых встреч. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Редактор субтитров А.Семкин